Предлагаю сейчас посмотреть сюжет, узнать, что стоит за красивым прыжком и продолжить разговор в нашей студии. Можно сказать, я как черепашка-ниндзя. Вообще все бейсджамперы обычно очень хорошо защищаются, потому что мы не экстремалы. Я сейчас буду ходить очень долго, думать, смотреть вокруг и, скорее всего, никуда не полезу. Мы не суицидники и не экстремалы, словно мантру повторяют бейсджамперы. И делают это так занудно, что начинаешь верить. Будто самое экстремальное в этом спорте не прыжок с заброшенной высотки, а дорога к ней через заборы, охранника и служебную овчарку. Впрочем, проблем с законом у этих парней обычно не бывает. В лучшем случае штраф за мелкое хулиганство. Риск потерять или разбить безотказную камеру Гоу-Про куда выше, чем неудачные приземления или проблемы с полицией. Джампер из Питера Семен Лазарев оставил свою в недостроенном небоскребе Демидов в Екатеринбурге. Это как видеорегистратора машины. Ведь люди ездят с видеорегистраторами не для того, чтобы выложить в интернет, все выкладывать, все подряд, а для того, чтобы иметь доказательство какое-то в случае ДТП. И потом можно было разобрать, понять, что вообще произошло. Ну и иногда какие-то достойные вещи они в интернете так или иначе оказывают заслуживающие внимания. Вот тут точно так же. По экзаменам расшифровывается аббревиатура. Б – это билдинг здания. А – это антенна. С – спан. Это мосты, пролеты какие-либо. И Е – это земля, скалы. Высота – это далеко не главный критерий. Это не указатель крутости, кто там выше прыгнул. То есть тут не идет на это. То есть я могу сказать, что я прыгал с 40 метров. Это вот самая маленькая высота, с которой я прыгал. Шпиль Петропавловской крепости. Мои друзья с него прыгали, да. Но и больше никто с него вообще не прыгал. То есть вообще никто. И никогда, вряд ли кто-нибудь никогда не прыгнет. То есть просто даже мысли ни у кого не было, что оттуда можно прыгнуть. Утесы, мосты, высотные здания и разные промышленные объекты. В мире есть негласный список вершин, покорить которые для бейсджамперов считается делом чести. Останкинская телебашня, Пизанская и Эйфелева башни. Знаменитый мост самоубийств в Сан-Франциско. Биг Бен, Эмпайр Стейт Билдинг и другие раскрученные высотки. Главное, чтобы не меньше 100 метров, иначе парашют не успеет раскрыться. Нужно взять туалетную бумагу обязательно. И потом сверху ее бросить, чтобы проверить, в какую сторону дует ветер. Я знаю людей, которые... Ну, я достаточно давно и много занимаюсь скайдаевом. Которые крестятся, целуют шпильки, делают все возможные пасы. И очень-очень плохо прыгают при этом. Совершая все ошибки мыслимые и немыслимые. Глушилка или радиоантенна на заброшенном полигоне объект проще не придумаешь. Но все меняется, стоит лишь подняться наверх. Вместо полного штиля внизу здесь порывистый ветер. 10-12 метров в секунду. И хотя джемперы говорят, чтобы вала спускались не на крыле, а так же, как и пришли, ногами по ступенькам, это явно не тот случай. Ну, знаете, многие говорят, это как у колодца там, да, в аналогии с наркотиками. Я бы не сказал. Просто такое счастье, такое удовольствие настоящее. Не знаю, ну, как-то жизнь чувствуешь лучше, что ли. По-правильному. Вот именно вот так, как она есть. Ценнейшая лучше. Продолжаем разговор в студии. Говорим про бейсджампинг. Так, есть какие-то признанные учителя? Вот, Семен, у кого вы учились, прежде чем наработать вот эти 500 прыжков? Ну, я учился, лично я учился у друга там. Ну, у него было больше там прыжков. Ну, несомненно, у него там было там больше 200, там, 50, наверное, прыжков на тот момент. Вот. Ну, сейчас, наверное, у нас сравнялось количество. То есть он потом уже стал меньше прыгать. Ну, вообще, вот это требование, научим бейсджампингу, если у тебя за плечами есть не меньше там 200 прыжков с парашютом, оно чем обусловлено? Дело в том, что обучение бейсджампингу, у нас нет официальной школы бейсджампинга в России, в отличие от некоторых других стран. У нас передается из уст в уста эта информация. Информация крайне ценна. Дело в том, чтобы делать это безопасно, надо уметь это делать. Вот я, например, мой учитель сидит рядом, это Семен, он меня научил бейсджампинг, он какое-то время назад передал все те моменты из своего опыта, и личного, и того, который он почерпнул. И я уже занимаюсь бейсджампингом с учетом этого опыта. Так оно происходит практически в 99% случаев в России. Старшие товарищи учат младших товарищей делать это безопасно. И когда они видят, что те ученики, которых они учат, это делают уже самостоятельно безопасно, их отпускает в свободное плавание. Как-то так. Могут отговорить? Нет, не ходи сюда. Дело в том, что не каждый человек, в общем-то, может заниматься бейсджампингом. Есть какие-то люди, более предрасположенные, наверное, к каким-то активностям, какие-то люди, менее предрасположенные, как к вождению автомобиля, как к любым другим вещам. И если, конечно, учитель видит, что человек не приспособлен, ему нежелательно заниматься по ряду причин. Он невнимательный или у него очень плохая реакция, здоровье не позволяет какие-то вещи делать, он будет отговаривать. Больше того, вот эти требования, которые вы сказали, 200 прыжков, 300 прыжков, 150 прыжков, они несколько условны. Те люди, которые учат бейсджампингу, они их выставляют как рамочные требования. Но потом, при более близком знакомстве с человеком, оценке его адекватности, учитель может отказаться, обучая человека, и с 500 прыжками. Это не какая-то цифра. Это сумма факторов. Но чаще всего для того, чтобы безопасно прыгать, необходима наработка в более простых условиях. Например, пилотирование куполом. Поэтому вставляются такие вот требования. Какие-то моторные вещи, как открытие парашюта, должны быть наработаны. Это гораздо безопаснее делать на аэродромах. Я, например, очень рад тому, что я первый раз прыгнул, начал этим делом заниматься, когда мне 28 стукнуло. И вот вспоминая себя, мне кажется, что я давно где-нибудь накосячил бы и подубрался бы, может, даже серьезно, если бы я начал прыгать бейс, когда мне 20 лет было. Как-то так. То есть, когда человек старше становится, он рассудительнее становится. Ну и, собственно... Тут еще вопрос осознанности выбора, наверное, очень важен. Дело в том, что молодые люди чаще делают это потому, что делают их товарищи. Мои друзья катаются на сноуборде, и я буду кататься на сноуборде. Мои друзья прыгают бейс, и я буду прыгать бейс. Но это ведь не такой спорт, как сноуборд, вообще вот бейс-джампинг. Это спорт или это увлечение, это дорогое хобби? По-вашему, по-вашему ощущению? Ну, скорее всего, это кружок по интересам. В какой-то степени это спорт. Потому что для того, чтобы забраться на объект, требуется некоторое количество энергии потратить. Все объекты разные, то есть если это прыгать с дома, с какого-то, в котором имеется лифт, доброжелательный консьерж, который тебя проводит к лифту и скажет, ну, пожалуйста, вот на 35 этаж проезжай, проходи, там, дверь открыта, выходи, прыгай. Только не ломай ничего, да. Да. А если это какая-то вышка или это, допустим, горы какие-то высокие, там, полтора километровые, которые приходится топать, там, минут 40-50. А то и несколько часов. Да, а то и несколько часов. Бывает и несколько дней. Причем нужно не только идти самому, но и нести с собой несколько килограммов поклажа. То есть сам парашют весит порядка 7 килограмм. Плюс дополнительное какое-то снаряжение, это каски, камеры и такое прочее. Защита, опять же. В основном все бейсджамперы прыгают в защите. То есть это на локотники, на коленники. Вот. На тот случай, если, допустим, при приземлении как-то неудачно подскользнулся, упал, ну, чтобы не повредить себе руки, ноги. То есть мы заботимся о собственном здоровье. И также мы заботимся о здоровье жителей. То есть как бы бейсджампинг – это осознанный вид деятельности. То есть мы перед прыжком просчитываем все возможные варианты. Чтобы мы не прыгнули на голову какому-нибудь человеку. Чтобы мы не приземлились на чью-нибудь машину. Вот. То есть это все очень ответственно и осознанно. Поэтому молодежь это может не учитывать. Поэтому бейсджампингом занимаются люди уже более-менее такие состоявшиеся. Поэтому вы говорите, что это психологическая практика. Больше, чем спорт. Совершенно верно. Да, несомненно. И что касается вот тоже, опять же, штамп такой по экстремальности, например, да. Ну, говорят, что бейсджамперы – безумные экстремалы, да. Я вот, например, никогда не катался на сноуборде. Если мне вот сейчас дать доску, вообще никогда в жизни, да, я встану на эту доску, и я на детском спуске уберусь, сломаю себе что-нибудь практически там. Ну, я вот в этом почти уверен. То есть для меня это будет… Не уберусь, у меня будет очень жуткий экстрим, переживание. Я, может, даже напишу об этом на своей странице ВКонтакте, как мне там ветер в уши задувал там. Ну, все такое. В общем, это все очень субъективно. А если дать чемпиону мира по сноуборду парашют, сказать, иди прыгай, да, вот он, как бы, это тоже, вероятно, все плачевно закончится. На самом деле на сноуборд смотрели лет 15, а то и 20 назад то же самое было. Ну, то есть, возможно, в будущем еще и в олимпийский вид спорта войдет. 10-15 лет пройдет и точно так же будет смотреть на бейджемпинг. Спасибо вам большое. Я так понимаю, что вообще сегодня уникальная ситуация, и бейджемперы не часто общаются с журналистами, и тем более приходят в какие-то телевизионные программы, в эфиры. Да, это нетипично. Нетипично для бейджемпинга. Нетипично для бейджемпинга. Ну, вот тогда, пользуясь случаем, напоследок, что бы вы хотели донести до широкой общественности, до зрителей, ну, вот, чтобы не было этого непонимания, чтобы не было этой ругани и осуждения в комментариях и так далее? Ну, вот, вот. Ну, в общем-то, все, что мы хотели сказать, мы уже сказали, чтобы люди относились с добром ко всему новому, что они видят, что мы не враги, мы наоборот. Мы поднимем настроение и сделаем это все аккуратно. Пусть смотрят, пусть улыбаются, хлопают, кричат, но не противодействуют возможности. Спасибо большое. Бейджемперы были сегодня в гостях ЕТВ. Сколько людей, столько и мнений. Увидимся в прямом эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова